В эфире новости региона. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Жертв выбирали из числа пенсионеров и тех, кто злоупотребляет алкоголем. На счету черных риэлторов. Три убийства. В итоге суд приговорил Якушина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по дельницу Федорову к 10 годам тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил. Другим темам господдержка для аграриев и новые условия для занятий спортсменов Рио губернатора Александра Цибульский с рабочей поездкой в Устьянском районе. Многие важные стройки там идут с опережением графика. Не обходится без участия инвесторов. Детали у моего коллеги Алексея Шемякина. Жизнь в колхозе, знаете, в двух словах. Пульт 60, давление 120 на 80. Мы ничего не просим. У нас все есть, потому что с вашей помощью. То, что построено, это помощь государству. Особенно областного бюджета. В хозяйстве Ростова 12 современных объектов. Среди них есть даже староусильная ферма. Но нет предела совершенству. В этом году появится новый склад – мини-завод для производства комбикормов. Начнется строительство двух новых комплексов на 400 голов. Из 52 хозяйств понадуем предприятие «Пятое» в области по поголовью на четвертом месте. Трудоустроено около сотни человек. Желательно побольше зарплаты. Да, понимается. И все. Дальше будем все счастливы. В Устьянской молочной компании планы еще грандиознее. Предприятие метит на место самого крупного по поголовью скота на всем северо-западе. Кроме того, вскоре здесь полностью перейдут на выпуск гипоаллергенного молока А2. Пока его поставляют в Поморье из других регионов. Сегодня в компании начинают реализацию проекта с трехмиллиардами инвестиций в возведение нового комплекса в деревне Черновская. Только дойного стада будет больше трех тысяч голов. Задача основная – пойти по пути интенсификации. То есть нам нужен хороший скот для того, чтобы много доить и для того, чтобы этот проект был окупаемым. Для этого нам бы хотелось поддержки именно по привозу импортного скота, то есть какой-то дополнительной господдержки, для того, чтобы могли обеспечить комплекс наполняемостью скотом и обеспечить высокую производительность. Высокая производительность – характеристика всего, что происходит в Устьянах. Также стройка трех жилых домов на 112 квартир в Октябрьском по переселению людей из ветхого жилья. Началась в октябре прошлого года. Сегодня осталась только внутренняя отделка и обустройство сетей. Полностью все будет благоустройство, полностью сделано. Будет асфальт, плитка у входных групп, все детские площадки, площадки для отдыха, площадки для спорта. Увы, не все площадки для спорта в Устьянах в идеальном состоянии. Как пример – Октябрьская детско-юношеская школа. Нужно много чего сделать. Что касается спортивного комплекса, это прежде всего монтировать систему отопления. Что касается плоскостного сооружения, которое находится по соседству, нам нужно еще ограждение поставить и благоустройство территории провести. Ежегодно в какой-то конкурс программы, а то и в две мы попадали. Поскольку мы бюджетные учреждения, у нас других вариантов развиваться нет. И мы надеемся, что поддержка как была останется. Поддержки ждет и Устьянская спортивная школа в деревне Малиновка. На ее базе проходят соревнования даже всероссийского уровня, а вот нужной инфраструктуры для тренировок нет. Плюс необходим интернат, чтобы принимать лыжников из других регионов страны. Ну и нужны будут рельские кадры, конечно. То есть это нужны, значит, будут в нашей школе, нужны будут ставки. По соседству спортивно-туристический комплекс Малиновка. Здесь одна из лучших лыжероллерных трасс страны. Если объединить ее с той, что имеется у Устьянской спортшколы, получится полноценная база для тренировок, уверен Александр Цибульский. Спорт, конечно, может быть тоже хорошей такой точкой развития для Устьянского района и для Архангельской области в целом, потому что он хорошим мультипликатором является. Поэтому привлекаются и другие малые и средние предпринимательства, которые вокруг этого могут сформироваться. Ну, а это хорошо и для людей с точки зрения создания новых рабочих мест, и для бюджета, как новые налоговые поступления. Государственно-частное партнерство, пожалуй, нигде так не развито в регионе, как в Устьянах. Яркое тому подтверждение строительство нового терапевтического корпуса с 30-ю куйками и большой реабилитационной базой в Октябрьском. Все это на уровне московских клиник. Мы в 2025 году вообще завершим капитальный ремонт всего города, уже с благоустройством. И будет это лучшая больница в Архангельской области. С кадрами проблем не будет, уверяют в Устьянах. В ближайшее время здесь ждут как минимум двух специалистов из Петербурга и Горно-Алтайска. Алексей Шемякин, Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29. Сегодня второй день из семи возможных для того, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию страны. Есть ли активность на участках и в силе меры безопасности соблюдаются, увидел Алексей Макеев. На избирательных участках сегодня люди самого разного возраста, разных профессий, но с одним желанием – сделать выбор. Я думаю, что сейчас, когда в стране происходят такие важные события, мы все не можем остаться в стороне от них. И считаю, что, сделав определенный выбор, мы в результате этого выбора потом несем определенную ответственность. Чтобы не перекладывать ее на других, я обязательно должна сама сделать свой выбор. С сегодняшнего дня и до 1 июля включительные избирательные участки работают с 8 утра и до 20 часов вечера. Есть время и дату подобрать, и суть поправок еще раз ознакомиться. Еще раз для себя уложить о том, что это основной закон государства, на основании которого мы все живем. Ну и, конечно, изучить те поправки и непосредственно спроецировать их на свою жизнь. В кампусе САФО расположено 6 избирательных участков. Среди тех, кто получил бюллетень, была и ректор университета Елена Кудряшова. Мы таким образом влияем на сегодняшнее и будущее нашего государства. В Северодвинске меры безопасности особо усилили. На специалистах защитные костюмы и экраны. Оно и понятно, город живет в закрытом режиме. Но открыть дверь избирательного участка может любой. И у каждого тоже свой мотив. В этой конституции отмечены очень многие аспекты, которые развивает наше государство. Как социальное. Это и поправки по семье, поправки идут и по старшему поколению, а пенсии и так далее. Продуман план работы и на случай, если у избирателя вдруг зафиксирована высокая температура. Голосование пройдет, но в отдельной комнате. После этого член избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты, то есть в халате, в маске, в экране, проходит с переносным ящиком и этот человек голосует. В целом, процедура голосования привычная, но ощущения, конечно, новые. Дополнительные шторки на кабинках убраны. Это для того, чтобы не касаться лишней расповерхности. Ну, а что касается времени, проведенного на избирательном участке, то из-за небольшого количества избирателей мне здесь пришлось провести лишь буквально минуту. Алексей Макеев, Николай Цып, Юлия Куницкос, Ольга Красулина, Регион 29. Проголосовать можно и на мобильном избирательном пункте в Архангельске. Участки на свежем воздухе организованы для дополнительной безопасности в период пандемии. Они размещаются во дворах отдельных домов. В первый день голосования в Архангельске работало 10 таких мобильных участков. Один из них на тиме «Дом-2». Участок для голосования на придомовой территории расположен так, чтобы жители окрестных домов смогли прийти здесь. То есть здесь, в принципе, по периметру все дома, которые принадлежат нашему участку. Всего избирателей по данным домам порядка 1200 человек. «Я ответственный гражданин своей страны. Я голосую всегда и везде. Так что это даже не спрашивается. Обычно такие вещи. Раз я живу в этой стране, я должна соблюдать ее законы». Сегодня избирательная комиссия организовала работу еще 15 мобильных пунктов для голосования. Подсчет бюллетеней с них начнется только после закрытия основных участков 1 июля. На юге области избирательные участки также работают с соблюдением всех мер безопасности. Курсируют даже специальные автобусы. Подробности расскажет Алексей Карельский. «Голосование идет очень хорошо. 56 человек проголосовало на участке на нашем 389-м. Так что мы очень рады этому новшеству». Среди нововведений – организация передвижных избирательных участков. Размещаются они в автобусе. Но если погода позволяет, члены комиссии выходят работать на свежий воздух. Такие пункты развернулись на Болтинке, Бочаге, побывали в микрорайонах. На 46-м, в Слуде, Антоново, на Шанхае и Почтовом. Всего в маршруте. 24 остановки. «Здесь удобно. Почему? Потому что нет такого скопления людей, как на избирательных участках. Очень удобно. Я подошла, все, подписала, все, опустила, все. Не проблем». На участках просят соблюдать социальную дистанцию. Проводят термометрию. Делают регулярную дезинфекцию всех поверхностей в помещении. Члены комиссии с защитными экранами на глазах, в масках и перчатках. Персональный набор со средствами индивидуальной защиты и для каждого голосующего. «Все приходят, берут эти наборчики, которые мы приготовили. Одевают маски, перчатки. Выполняют всю дистанцию. Показывают паспорта. То есть никто никому в руки ничего не дает. То есть все, что предусмотрено. И даже удивляются, что немножечко как бы другой режим. Но как-то все с улыбкой, все очень доброжелательно». «В городе еще сохраняется ситуация по коронавирусу. И меры профилактики должны соблюдаться. Потому что у нас здесь очень много народу приходит на участок. Все должны быть защищены». Даже данные паспорта члены комиссии проверяют на расстоянии. А к тем, кто решил голосовать дома, в квартиру не заходят. «Мы подходим к квартире, звоним, подаем им пакет, который вы видели. Значит, в пакете там все, что необходимо. Они, значит, делают отметку в бюллетене. И там заявление еще выложится. Они делают роспись заявлений и отметку в бюллетене. Все. И нам подают этот пакет. Мы забираем и уходим». О желании голосовать дома можно сообщить до 17 часов 1 июля, позвонив в свою избирательную комиссию. Алексей Карельский, Елена Кермич, Александр Гаврилова, Алексий Вачек. Регион 29. В это воскресенье, 28 июня, столица Поморья отметит день рождения. И пускай отпраздновать массово пока не получается, все же Архангелогородцев ждет множество интересных мероприятий. Пройдут они, конечно, онлайн в группе ВКонтакте «Открытый Архангельск». Увлекательную программу придумали в каждом культурном центре города и библиотеках. Первая трансляция начнется в полдень. Мы услышим поздравления горожан, мы услышим поздравления творческих наших коллективов, мы услышим поздравления нашего сказочного бренда «Снеговика» обязательно и «Кота-гостинца». Не обошли мы и детишек. Большая программа у нас подготовлена онлайн для детей. Пользователи соцсети смогут присоединиться к онлайн-прогулке по Чумбаровке, поучаствовать в познавательных викторинах, заглянуть на фото-выставки. К тому, что в этом году привычных уличных мероприятий не будет, Архангел-Городцы относятся с пониманием. У нас сейчас главная цель, чтобы не заболеть. Ну и, конечно, всего самого наилучшего пожелать всем нашим жителям. Здоровья, счастья, любви, благополучия во всем. Чтобы скорее этот коронавирус прошел, и чтобы все нормально вот так гуляли, вообще с детьми, общались, не только дома, как говорится, в своих стенах. Вот так вот. Напомню, что в этом году областной столице исполняется 436 лет. Поговорим о социальных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Она появилась в этом году по распоряжению президента страны. Только в нашем регионе такую выплату оформили уже более 25 тысяч человек. Какие документы нужны, расскажет Наталья Пулина. Подала я сама заявление только 2 июня. Получила я ее 19-го. Уже денежки перешли на карту. Без долгого ожидания и кучи справок. Так Архангелогородке Анне Котлову удалось оформить новое президентское пособие на 7-летнюю дочь Ксюшу. Заявление на выплату в размере половинным род – это 6387 рублей – можно отправить через портал Госуслуг. Очень удобно, что не надо никаких документов собирать, лишних, с работы запрашивать. И вот это очень большой плюс. Новые ежемесячные выплаты положены тем семьям, где средний доход на каждого не превышает прожиточного минимума. То есть 13 110 рублей. Прием заявлений стартовал 20 мая. Рассмотрение заявки – 10 рабочих дней. Но на деле бывает вдвое больше. Гражданин подает только заявление, все остальное делают органы социальной защиты населения. То есть перепроверяют все данные, которые указаны в заявлении. В том числе и доходы. У нас заключено большое количество соглашений об информационном взаимодействии с различными структурами, органами пенсионного фонда, налоговыми службами и органами социального страхования и так далее. По заявлениям, например, многодетных семей специалисты соцзащиты могут сделать до сотни запросов. И только когда вся информация подтвердится, на выплату пособия будет дан зеленый свет. Затягиваться процесс может и из-за рекордного количества заявлений. На сегодня их свыше 25 тысяч. Выплата была инициирована в феврале президентом. Вече тогда пандемии еще не было. Изначально наши прогнозные цифры составляли порядка 11 тысяч детей. У нас в Архангельской области должны были эту выплату получать. Но потом все развивалось стремительно по-другому. Сейчас существенное количество плановое превышает. И мы отрабатываем с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации дополнительным финансированием. На сегодняшний день пособий получили больше 6 тысяч детей. На общую сумму более 20 миллионов рублей. Планируется, что со следующего года пособий вырастет до размера одного мрот на каждого ребенка. Наталья Пулина, Александр Кузнецов. Регион 29. Защитники природы обеспокоены. С их слов на острове Бревенник, содержимое септиков, коммунальщики выливают якобы прямо в реку. Наша съемочная группа побывала на месте, чтобы увидеть и даже почувствовать проблемы островитян. Фраза «пойду подышу» для жителей Бревенника крылатая поневоле. Задыхающе не могу дышать. Влажность большая или что есть под этим домом? Что есть под домом, показывают соседи. Септики переполнены. В этом году не откачивались ни разу. Полгода, сами представляете, сколько мы льем воды. Наш дом с водой. Так что? Так что все под домом. И чего у нас пахнет в квартирах, сами представляете. Раньше на Бревеннике содержимое септиков коммунальщики отправляли на свалку. Но ситуация поменялась, когда заработала реформа обращения с ТКО. На свалке место мусору, а не фекалием. Мы приостановили выкачку септиков от домов. И действительно, эта ситуация одни жители против, чтобы мы сливали. Другие жители страдают от того, что мы не можем выкачать и слить в соответствующее место. Зато, судя по сообщениям в соцсетях, слив содержимого септиков идет в реку. Но это не совсем так. Управляющая компания договорилась с МУП «Водоочистка» об эксперименте. Выкачанные септиков вывезли на отведенный для этого колодец. После фильтрования через канализационную станцию и только потом попадание в реку. Но негодование жителей показало эксперименту «Красный свет». В силу того, что в наш адрес стали поступать жалобы от населения на запах сильный, мы прекратили этот прием. Проблема еще и в том, что в септики попадает твердый бытовой мусор. Мы отсюда и фуфайки вынимали, извините за выражение, все что угодно. Это было ужас, что. А представьте, они отсюда септиков, а там же кидают все. Там же все есть, все что можно. И вот надо или сетку, не знаю, что тут делать. Что делать не знает ни управляющая компания, ни сами жители. Единственный вариант – договариваться. Мы здесь со своей стороны, конечно, работу определенную с МУПом проведем, чтобы все-таки точка была закреплена, да, чтобы у управляющей компании было четкое понимание, куда они должны эти штуки привозить и сливать. Так или иначе, колодцев на острове немного, и все они сегодня в видении МУП-водоочистка. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, Регион 29. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший архангельский дворик». В нем традиционно принимают участие жители дворов, учреждения, предприятия, управляющие компанией и ТСЖ. В связи всех округов города всего было подано 66 заявок. Очень много участников было в этом конкурсе, те, кто, может быть, не занял призовых мест, но реально вложил свои, ну, прежде всего, способности, наверное, усилия, приложил к тому, чтобы его территория, территория близких ему людей, стала немножко лучше, красивее и радовала глаз всех нас в архангельном обернуться. Были награждены участники в пяти номинациях, самая благоустроенная территория муниципального учреждения, лучшая организация и управляющая жилищным фондом, лучший дворник и, конечно, самый уютный двор и дворик. Одно из первых мест было присуждено дворику на улице Михайловой в Соломболь. У меня папа кубанский казак, и он всегда говорил, надо землю любить. Нельзя в нее не плевать, не мусорить, а надо садить и украшать. Поэтому мы так и делаем. Дом страшный, двор прекрасный. Среди подарков победителям дипломы, благодарности и сертификаты на приятные покупки на сумму от 9 до 15 тысяч рублей. Всего доброго и только хороших новостей. До встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин